Шуруту ля-иляха-илля-ллах, условия ля-иляха-илля-ллах. Для того, чтобы мы полноценным образом поняли смысл ля-иляха-илля-ллах и правильно исповедовали ля-иляха-илля-ллах, мы должны знать, что у слов ля-иляха-илля-ллах есть свои шуруты, свои условия. Как у молитвы есть свои условия, без которых эта молитва будет недействительной, будет бат-илля. Также у ля-иляха-илля-ллах есть свои условия. Какие условия молитвы вы знаете? до условия молитвы вот без которых молитва будет действительно тахарат воду до закрыть аура чтобы был мусульманином направиться в сторону киблы все это условия молитвы если что-то из этого не будет соблюдена молитва не действительно вот точно также у ля и ля и лала есть свои условия есть ли какое-то из этих условий будет несоблюден а для или они действительно это указывает на важность соблюдения этих условий. Как однажды, вы знаете, наверное, спросили уахба ибнуманаббиха, разве сказали, ля илях и ляла не являются ключом в рай? Сказали, да, являются ключом в рай. Но у каждого ключа есть зубцы. И если человек придет с ключами без зубцов, просто с палочкой какой-то, и начнет ее в дверную скважину, в замочную скважину сувать в дверь, толку от этого не будет. Вот точно так же, если придет человек и говорит, ля илях и ляла, но условия он и не соблел, то что? Опять же, никакой пользы не принесет говорящему ля илях и ляла, эти слова. Поэтому важно знать условия. Говорит шейх, ильям рахимакаллаху тааля, аннаху ляянтафи биха каилуха, вала тасихху минху, илля ида тавафарат фиги шурут ат-талия. Знай же, да помилует тебя Аллах, что не принесет пользы, не принесут пользы слова ля илях и ляла говорящему их, и не будут они правильными, не будут засчитаны у Всевышнего Аллаха, если не будут соблюдены следующие условия, первое из которых знание смысла этих слов, как отрицание и утверждение, о котором мы уже говорили. То есть человек должен знать смысл этих слов. Скажет, что значит смысл этих слов? Он должен сказать, что смысл этих слов заключается в отрицании и утверждении, в отрицании всего того, чем он поклоняется, кроме Аллаха, и в подтверждении, что этого поклонения заслуживает только Аллах. То, что мы сказали. «Отрицание в словах «Ла Иллаха» и «Избат» в словах «Илла Аллах». Об этом мы говорили не раз. Говорит Ибн Таймир Рахимаху Аллаху Та'ала «И эти слова не будут приняты у Аллаха». Кроме как, если человек не будет убежден в том, что содержит в себе эти слова, из-за отрицания и утверждения, и не будет их произносить, и не будет делать дела в соответствии с ними. Аллах Субханаху Ата'ала в Коране говорит в суре Мухаммад «Знай же, что нет никого достойного поклонения Кроме Аллаха». «Знай же, ля Иллаха, илла Аллах», говорит. Повелевает он. «Знай, ля Иллаха, илла Аллах». Поэтому, если человек их не знает, то смысла нет. Также в хадисе Усман, который приводит имам Муслим о том, что пророк, салли Аллаху алейкум асалям, сказал «Ман мата, сказал тот, кто скончался, умер, встретил свой аджаль, встретил свой срок, будучи знающим только, что «Ля Иллаха, илла Аллах», или «будучи знающим», смысл слух «Ля Иллах, ля Иллах, дахал, илл, дахал, ил, джанна», «зайдет в рай». Посланник Аллаху алейкум асалям мог сказать «Ман мата, ва кали ля Иллах, дахал, дахал, джанна». Кто умер, сказал «Ля Иллах, войдет в рай». Нет, он сказал «Ман мата, ва хуа я'лем». Ва хуа я'лем – это у нас джумля. Ее ираб, она стоит в махалле халь. То есть, кто умер, и его состояние, его положение было таковым, что он знал. Ля Иллах, знал смысл «Ля Иллах, на что они указывают, что это отрицает всех божеств помимо Аллаха и утверждает, что поклонение достанет только один Аллах, вот такой человек только зайдет в рай». Из этого видим, значит, пророк салям обусловил, обусловил вхождение в рай знанием смысла этих слов. И это знание несовместимо с невежеством. Выходим на улицу, подходим к человеку и говорим «Скажи «Ля Иллах иллах». Ведь пророк салям Аллаху алейкум ассалям, как часто Джамат Таблиев этим как раз таки и занимается. Ведь пророк салям Аллаху алейкум ассалям сказал, тот, кто скажет «Ля Иллах иллах» зайдет в рай, он говорит «Что надо сказать?» «Ля Иллах иллах». Он говорит «Напиши-ка мне». Вот написал транскрипцию «Ля Иллах иллах». Он говорит «Ля Иллах иллах». «Все, я в раю?» Да, в раю свободен. Правильно? Нет. Почему? Не соблюл условия. Да, он повторил какую-то арабскую фразу, но он знать не знает, что оно значит вообще. Он не знает смысла этих слов. Чтобы попасть в рай, надо знать то, что означают эти слова, какой смысл они в себе несут, какую смысловую нагрузку в себе несут. «Ля Иллах иллах». Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Второе. Человек должен быть убежден. «Аль-якин». У него должна быть убежденность, уверенность. «Аль-мунафили-шак». Несовместимость с сомнением. Нисколько не должен не сомневаться. «Би-ан-якуна-индака али-а'тикаду-ль-джазим, би-аннаху ла ю'абаду би-хак им илла Аллах, аз-за-ваджалла, ва-анна-ма аубида минду нихи фа-батль». То есть, человек должен иметь твердую убежденность, что никто не заслуживает поклонения, кроме единого Аллаха. Все то, чему поклоняются, кроме него, является батль, ложным. Человек должен быть уверен. Также человек должен быть убежден и уверен в том, что Всевышний Аллах, у него он обладает совершенным господством и совершенными именами, атрибутами. Доводом служат слова Всевышнего Аллаха в суре «Аль-Худжурат». «Иннам аль-мукминун аль-лядина аману билляхи ва-расулихи сумма лам яртабу». В 15-е это аяты в суре «Аль-Худжурат». Аллах говорит, верующими являются только те. Аллах говорит «Иннама». Те, кто изучает арабский язык, знают, что «Иннама» это адату аль-хаср или каср. Как вот мы говорим «Иннам аль-а'малу бинният». Воистину, дела оцениваются только по намерениям. «Иннам аль-мукминун аль-лядина аману билляхи ва-расулихи сумма лам яртабу». Воистину, верующие только те, только те считаются верующими, которые уверовали в Аллаха и его посланника, и все? Нет. Сумма лам яртабу. А затем не сомневались в этом. Были убеждены. Не сомневались. Вот они только являются верующими. Значит, если сомневаются, не верующие, не считаются верующими. Ай-лям я шубку. То есть не проявили каких-то колебаний. Также пророк указывал на это и сказал. «Ман шаги данляляльса ла ла лаха ла ла мустейкхинам биха колбуку фабаширху бильджанна». В хадисе Абу-Хурайра. Тот, кто засвидетельствовал, что ля-Ilaha illallah, будучи убежденным всем сердцем, то есть не сомневающимся, не колебался несколько, когда говорил эти слова, твердо был убежден, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, то такой человек сказал, обрадуй же его раем. Обрадуй же его раем. Также Мухаммад, саллиллаху, алейху вассалям, сказал, Ашхаду ан ля илляхи илляллаху, ани расулюллаху, ля лялька Аллаха бихима абдун гайра шаеккин фихима, фаяхджуба анхуль жанна. Он сказал, я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха. И не встретит никто Аллаха вот с этими двумя словами, не сомневаясь в них, кроме как зайдет в рай, или же и будет отстранен от рая. То есть недопустимо то, что человек говорит, ля илляхи илляллах, Мухаммад и Расулуллах, и не сомневается в этом нисколько. И чтобы его как-то отгородили от рая, или чтобы он не зашел в рай, посланник Аллаха сказал, что этого не будет. Пример, человек. Ему сказали, ля илляхи илляллах, его смысл, ля ма абдун би хаккин илляллах. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Скажи, он говорит, говорю, а ты знаешь, что значат эти слова? Он говорит, да, знаю. Знаю, что эти слова несут в себе отрицание всех, кому поклоняются, кроме Аллаха. И знаю, понял, осознал, то, что они также несут подтверждение, что это поклонение заслуживает только Аллах Субханаху Аталия. Ну ты с этим согласен? Ну в общем согласен, но относительно вот этого дерева, вот что-то мне кажется, однажды мы попросили, там в какой-то семье не было детей, вот он попросил у этого дерева и получилось у них. Может быть можно у него просить? Я не уверен, конечно, говорит, но возможно, помимо Аллаха можно к нему обратиться. Принято ли айляхи иллялла или нет? Нет. Почему? Потому что в нем есть доля? Сомнение. Шек, он сомневается. А может кто-то кроме Аллаха. Ну хорошо, только Аллаху поклоняемся, да, действительно. Но ведь ангелы, это же безгрешное создание Аллаха. Есть, может быть, можно к ним обратиться, чтобы они попросили за нас ходатайство у Всевышнего Аллаха Субханаху Аталия. Или же посмотрите, посланник Аллаха, самый любимый создание у Всевышнего Аллаха Субханаху Аталия. Неужели нельзя попросить у него, чтобы он стал посредником нашим между нами и Всевышним Аллахом Субханаху Аталия? Наверное, можно. М? Такой человек, который вот так утверждает, считается он тот, кто воплотил ляйлях лялах или нет? Нет, он же знает смысл. У него же аильм есть. Он же условия же соблюет. Почему нет? Потому что условия, оно не одно. Их несколько. И на них указывают Куран и Сунна. Мы Далили сейчас приводим. Второе, сомневается. Сомневается. Аллах Субханаху Аталия сказал, те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, за тем не сомневались. У него сомнения. А кто там побывал-то вообще? Кто там видел, что творится? Сомнения в чем-то из этого? Третье условие. Аль-Ихляс. Аль-Мунафиль. Ширк. Искренность несовместимая с ширком. С многобожием. Что такое искренность? То есть человек должен быть искренен. Чистосердечность проявляет восповедание своей религии. Ихлас должен быть у него в сердце. Никаких примесей ширка. Его намерения, его цели, должно быть Аллах, его довольство. И с его деянием не должен смешиваться ширк. Небольшой, когда он поклоняется кому-либо кроме Аллаха. Немалый, когда он желает своим поклонением чего-либо кроме Аллаха Субханаху Аталия. Или показухи, или славы, или чего-то из этой дуни. Никаких новшеств не должно быть у него в поклонении. Он должен быть искренним, с следованием Мухаммада, салли Аллаху алейкум ассалям. Доводом служат слова Всевышнего Аллаха в суре Аз-Зумар. Третий аят. Аля лилляхи ддину лхалис. Аллаху только искренней религия. Также Аллах Субханаху Аталия говорит. Фаабуди лляха мухлисон ляхуддин. Поклоняйтесь только Аллаху, искренне исповедуй перед ним его религию. Аллах говорит. Те, которые взяли помимо Аллаха себе иных помощников. Они говорят. Мы им поклоняемся только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху. Нет, перед этим аят идет. То есть вот эти аяты как раз таки, что хотел сказать, то что в самом начале этой суры Аллах Субханаху Аталия говорит об искренности. Аллах говорит. Поклоняйтесь Аллаху, искренне исповедуй перед ним его религию. А те, которые вместе с Аллахом еще взяли себе покровителей, они придумывают себе оправдание. Говорят, мы им поклоняемся только для того, чтобы они приблизили нас и так далее. Также в судне пророка Субханаху А.С. есть указание на то, что искренность является условием. Это слова пророка Субханаху А.С. в хадисе Абу Хураира, где он сказал Самые счастливые люди в судный день будут те, за кого будут заступаться. Я сказал. Самые счастливые люди, счастливчики в судный день будут те, у кого будет ходатайство пророка Мухаммада. Субханаху А.С. и сказал, это те, кто сказал Ля Илях Иля Аллах. Просто сказал, мне сказал, Халисан Мин Кальбихи. Искренне от сердца. Искренне от сердца сказал эти слова. Не преследовало ничего из этой дуни. Представьте, человек, тот же самый пусть будет. Мы ему говорим, скажи Ля Илях Иля Аллах, зайдешь в рай. Он говорит, Ля Илях Иля Аллах. Мы говорим, хорошо, смысл слов знаешь? Знаю. Анафи валь исбат. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Хорошо. А может, кому-то можно кроме Аллаха поклоняться? Нет, нельзя. Я уверен. У меня не доля сомнения. Только Аллаху надо поклоняться. Никто помимо него не заслужит поклонения. Хорошо. Мы с ним разговор закончили, диалог все, разошлись, подходит к нему его друг. Говорит, ты что, сейчас Ля Илях Ля Аллах сказал, что ли, с мусульманином встал? Он говорит, да, сказал. А зачем сказал? Ты знаешь, на такой-то работе, там только мусульмане работают. Там начальник у них мусульманин, принимает только мусульман. Чтобы меня на работу приняли, я и сказал, Ля Илях Ля Аллах. Цель какая у него? Искренне? Ля Иляхи. Хваля Сану, Ля Иляхи. Нет, желание этой дуни. Там, говорит, такая зарплата хорошая, Субхану Аллах. Или, говорит, сейчас мне хочу поехать в Мекку. Нефтяные страны, в Мекку, не знаю, Эмираты какие-то. Там, оказывается, такие зарплаты, говорит, Субхану Аллах. Но только мусульман на работу берут. Проблем нет, я сказал, Ля Иляхи Ля Аллах. Зато сейчас дети сытые, жена одетая. И так далее, и так далее. Считается такой человек мусульманином? Почему? Не собрел условия. Какое искренность? Разве это искренне он сделал? Разве он желал удовольства Аллаха тем самым? Когда говорил, Ля Иляхи Ляхи. Нет, зарплаты желал, почеты желал, и так далее. Это как пример просто. Просто как один пример. А человек должен говорить искренне. Ничего, кроме того, что у Всевышнего Аллаха не желать. Только рая. Ля Иляхи Ля Аллах. Говоришь, для чего? Чтобы в рай попасться. Чтобы Аллах был тобой доволен. Чтобы не попасть в огонь. Четвертое условие. Ас-сытк. Правдивость. Ма Аллахи. Правдивость со Всевышним Аллахом. Фил аквали вал аф'аль. В своих деяниях и словах. Аль мунафили лкадиби ваннифак. Который несовместимо с лицемерием и ложью. Правдивость. Аллах Субханаху Аталя говорит. Из верующих есть мужи. Правдивые. Садаку. Которые правдивы. Со Всевышним Аллахом. Субханаху Аталя. Также Аллах говорит. Сурь Ат-Тауба в 119 аяте. Я юга лязина аманут таку Аллаха. Вакуну ма ас-садикин. Будьте, которые уверовали. Бойтесь Аллаха. И будьте справдивыми. Относительно кого эти аяты были неспосланы? Сегодня вы на уроке вспоминали эту историю. Когда они не вышли на Табук. Случилось то, что случилось. Затем, когда Аллах Субханаху Аталя. Когда они покаялись. Аллах Субханаху Аталя неспослал. Ат-Яю галязина аманут таку Аллаха. Вот те, которые уверовали. Бойтесь Аллаха. Вакуну ма ас-садикин. Будьте справдивыми. Будьте справдивыми. Ведь эти сахабы были правдивы. Они не врали как лицемеры. Что у нас дети, у нас то, у нас работа, мы заняты. И так далее. Нет. Пришли к пророку салам и сказали как есть. Мы не вышли, опоздали, задержались. Были правдивыми. Поэтому правдивость великая вещь. Пророк салаллаху алейху ас-салям сказал. Ваисну правдивость ведет благочестие. А благочестие ведет в рай. И ваисну ложь ведет к нечестию. А нечестие ведет в огонь. И говорит человек. Не перестает говорить правду. Всегда и везде. До тех пор, пока у Всевышнего Аллаха он не записывается как правдивый человек. И не перестает человек лгать. До тех пор, пока у Всевышнего Аллаха он не записывается как лжец. Пусть Аллах упасет, чтобы быть записанным у Всевышнего Аллаха как лжецы. Мухаммад салаллаху алейху ас-салям сказал. Мухаммад салаллаху алейху ас-салям сказал. Кто бы не засвидетельствовал, что ля и ля и ля и ля и ля и ля и ля. И Мухаммад, посланник Аллаха, правдиво от сердца. Видите, правдиво. Не проявляя лицемерие. Правдиво от сердца. Аллах сделает огню запретным такого человека. Огонь такого не коснется. Как минимум навечно. Хадис приводит Анас ибн Малик. Малик ибн Анас или Анас ибн Малик? Анас ибн Малик. А Малик ибн Анас есть такой? Есть. Кто это? Минаим Атиль Арба. Один из четырех имамов. Его звали Малик ибн Анас. А с подвижника звали Анас ибн Малик. Запомните. А куни какая была у Малик ибн Анаса? Аббабдилля. Пример. Любого лицемера можно привести пример. Который говорит ля и ля и ля и ля и ля и ля и ля. Но в сердце у него нет этих ля и ля и ля и ля и ля. Его товарищ к нему подходит и говорит, что ислам принял что ли? Да нет. Говорит, надо над ними поиздеваться. Просто. И все. То есть он не с каких-то целей не преследует. То есть тут не то, что у него и хласа нет. То, что он какие-то цели преследует, дунь и так далее. Нет. Просто врет. И лжет тем самым. Я хочу поиздеваться над ними, с ними вместе хожу и так далее. Следующее условие это аль-махабба. Любовь. В Аллахе человек, который говорит ля и ля и ля и ля и ля и ля и ля. Ля и ля и ля и ля и ля и ля. О чем говорят? О таухиде. Об их ласе. О том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Когда он слышит таухид, их лас, ля и ля и ля и ля и ля ля. У него в сердце что-то, как сказать, тепло становится у него на душе. Как вот сегодня с братом беседовали. Тоже он сказал, когда предложили, давай ходи на уроки. Он говорит, какие уроки? Он говорит, ну вот пофиг уроки. Он говорит, ну ладно, если бы еще таухид был, я бы выделил время. Почему? Потому что вот такое оно качество единобожника. Если таухид, да. Таухид надо. Все. Тут уже не обсуждается. Может быть действительно какие-то другие уроки. Может быть можно отложить, как-то повременить или еще что-то. Но таухид всегда должен быть. Потому что ненависть к таухиду, неприязнь к таухиду, это описание неверующих людей. И Аллах Субхану Хваталу тоже в суре Зумар говорит, «Ва иза зукир Аллаху вахдаху, ишма аззат кулубу ладзин аля юминуну бил ахира». Когда упоминается один единый Аллах, когда говорится о единстве Аллаха, о таухиде, об уроках по таухиду, о книгах по таухиду, о лекциях по таухиду, о сайтах, на которых говорится о таухиде, о призывающих, которые призывают к таухиду, если у них ишма аззат кулуб, то есть съеживаются сердца, не любят они, говорят, такой-то, такой-то фулян, призывающий к таухиду. Сразу лицо корчится. Или уроки будут по таухиду, опять таухид что ли. Надо почитать эту книгу по таухиду. Что? Аллах таким образом описывает неверующих людей. Ишма аззат кулубу ладзина ля юминуна бил ахира. Съеживаются сердца тех, которые не веруют в ахират. И от обратного понимаем, что те, которые любят таухид, любят призывающих к таухиду, любят книги по таухиду, любят сайты по таухиду, подписаны на канал и в телеграмме по таухиду, и так далее, и так далее, можно долго продолжать. Они что? Из ахли сунна, из единобожников. Они те, кто воплощают вот это условие, махабба, любовь к словам ля и ля хиллаллах. Они любят, когда говорится о том, что поклонение достоин только один Аллах. Они любят, когда разъясняются темы, что дуа достоин только Аллах. Они любят, когда перечисляются аяты, в которых говорится о качествах и атрибутах Всевышнего Аллаха. Они их не искажают, не отрицают. Они их воспринимают так, как воспринимали их сподвижники, пытаясь быть похожими на них. Все это качество единобожников. Поэтому, пятое условие, махабба, любовь по отношению к тому, что требуют от тебя эти слова. Из проявления любви к мусульманам и дружбы с ними. И проявления вражды к неверующим и ненависть к ним. И отдавать предпочтение тому, что любит Аллах перед тем, что любит раб. Если у тебя стоит выбор между тем, что любишь ты и любит Аллах, конечно, ты отдашь предпочтение тому, что любит Аллах, даже если тебе это не нравится. Или какое-то усложнение приносит. Вот так тогда липтиба. Также любовь к словам ля и ля хилла включает в себя и алиптиба, следование сунни. Если ты ля и ля хилла любишь, ты непременно будешь сунни следовать. И будешь ненавидеть бедаты. С ненавистью, с враждебно относиться к тем, кто совершает новшество и ересь в религии. Или же ширк. Аллах говорит. Скажи, если вы Аллаха любите, если вы хотите воплотить вот это условие. Следуйте Мухаммаду. Следуйте за мной, говорит. Тогда полюбит вас Аллах. Также Аллах говорит. Те, которые уверовали, они сильнее любят Аллаха. Либо сильнее, чем мушрики любят Аллаха. Либо любят Аллаха сильнее, чем остальные объекты поклонения мушриков. То есть, чем они любят их. Также Мухаммад, саллиллаху алейкум, сказал в хадисе Анаса, мутафакун алейх, сказал, Три качества, если будут человеки, посредством них, по причине них он ощутит сладость веры. И одно из этих качеств он сказал, А это то, чтобы Аллах и его посланник стали любимей для него, чем все, что помимо этого. Знаете историю с Умаром, да? Когда Умар, рада Аллаху анху, подошел к Мухаммаду, саллиллаху алейкум, и сказал, да, воистину, я полюбил тебя больше всех, но не больше, чем себя. На что Мухаммад, саллиллаху алейкум, сказал, до тех пор, пока не полюбишь меня больше, чем даже себя. Он сказал, воистину, я полюбил тебя больше, чем себя. На что Мухаммад, саллиллаху алейкум, сказал, Аль ана, я Умар, вот сейчас, говорит Умар, вот сейчас ты обрел полноценный имам. Сказал шейх Мухаммад, наобдели-вахаб, рахимаху Аллаху тааля, Сказал шейх Мухаммад, наобдели-вахаб, То есть, говорит, что имеется в виду под этим? Под словами ля и ля халам, говорит, первое, произношение их с осознанием смысла, то есть с пониманием, сердцем, что они означают, и с любовью к этим словам. С любовью к тем, кто исповедует эти слова. Братья, это важно, субханно, тот, кто говорит ля и ля халам, ты должен полюбить его. Да, бывает, он какие-то грехи допускает. В соответствии со степенью его греховности у тебя появляется к нему какая-то степень ненависти, вражды. Но ля и ля халам не должно пропадать, ты должен любить своего брата мусульманина. Да, может быть, он что-то про тебя сказал, но это не должно ни в коем случае аннулировать твою любовь. Допустим, человек говорит ля и ля халам, затем ты увидел, как он у тебя деньги украл. И ты говоришь, да я его ненавижу, вообще ни капли его не люблю. Значит, ты за что его любил? За то, что он у тебя не воровал, вот за что ты его любил. Как только он у тебя своровал, если же твоя любовь на ноль снизошла, полностью исчезла, значит ты любил его за то, что он тебя не воровал, а не за то, что ля и ля халам говорил. Да, а как должно быть? Ты должен сказать, нет, я люблю его, потому что он мой брат мусульманин, он говорит ля и ля халам, он единому Аллаху поклоняется. Сколько людей, субханам, предаются товарищи, а он единому Аллаху поклоняется. Да, он ослушался Аллаха, и я его за это не люблю. Вот за этот грех у меня появилась к нему доля ненависти. Почему? Потому что он с моего кармана 100 долларов украл. Нет, потому что он просто 100 долларов украл. Аллах запретил это, а он это сделал. И я его люблю не потому, что в моем кармане меньше денег стало, а потому что мой брат ослушался моего Господа. Вот поэтому я его не люблю. Если он 100 долларов украл у кого-то другого, твоя ненависть ровно настолько же поднимается. Потому что он такой же грех совершил. Вот это называется любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. Аль валял, аль баран. Поэтому не забывайте, субханалла, в наше время, братья, не только из-за того, что люди грешат, а из-за того, что человек не согласен с тобой в каком-то вопросе, в котором есть разногласия, будь то это в вопросе фикха, или будь то это в вопросе относительно каких-то личностей, только от того, что он с тобой не согласен. Но у него есть мнение других ученых в этом вопросе. И он не следует твоему мнению, а следует другому начинают ненавидеть его так, как будто это, субханалла, последний неверующий человек. Вообще никакого вала к нему не оставляют. Вот этот вопрос дружбы и непричастности, любви и ненависти, относительно слов «Ля Иляха Илля Аллах». Когда мы говорим «Ля Иляха», то есть мы проявляем «бара», непричастность, вражду ко всему тому, чему поклоняются, кроме Аллаха. Что бы мы ни увидели, у нас не вызывает это никакой симпатии. Какой бы красивый идол не был, как бы красивый выгравлен он не был, он какими бы красками покрашен не был, это идол, это то, чему люди поклоняются, кроме Аллаха, без права обожествляют его. Нет у нас к этому ни любви, ни симпатии. «Илля Аллах». В утверждению «Илля Аллах» в этом что? «Любовь наша, дружба, ради Аллаха Единого, у которого нет за товарищей. И чуть больше мы разъясним это, когда будем говорить о восьмом условии. Шестое условие. «Аль-Илля Аллах» – подчинение. «Лимадалят алейхи вахиран вабатинан аль мунафилит таркивал ирак» «Который несовместимо с оставлением и отворачиванием». То есть человек, который сказал «Ля Иллях и Илля Аллах», человек должен покориться, подчиниться этим словам, подчиниться и покориться тому, что требуют от тебя эти слова. Если ты говоришь «Ля Иллях и Илля Аллах», знаешь их смысл, полюбил, искренне сказал, правдиво сказал, покорись, делай то, что требуют от тебя эти слова. Подчинись, начни Аллаху Единому поклоняться. Мало того, что ты знаешь, любишь, искренне сказал от всего сердца, не сомневаешься, нет, надо делать. Надо делать, начинать совершать дела. Ведь Аллах Субхану Хватал в Коране сказал «Ва мэйюслим ваджхаку илля Аллахи вахуа мухсин, фа кодистанса кабель урватил вуфка». Тот, кто предал свой лик, тот, кто предался, подчинился, то есть Всевышнему Аллаху, будучи совершающим хорошие дела, только такой держится за крепкую верфь. Что имеется в виду под крепкой верфью? Ла илляхли Аллах. То есть тот, кто подчинился, покорился, по кодистанса кабель урватил вуфка, вот он держится за ла илляхли Аллах. Значит, чтобы быть из тех, кто придерживается ла илляхли Аллах, надо что? Покориться, предать свой лик Аллаху, подчиниться этим словам. Мы понимаем, что это условие также. Также Аллах Субхану Хваталя говорит «И то, с чем к вам пришел посланник, возьмите это, а то, от чего он предостерегал, отстранитесь». Также Мухаммад Салаллаху Алейкум Ассалям сказал «Хадис Абу Хурайра сказал «Тот, кто подчинится, покорится мне», видите, инкрият, то есть подчинение, покорение, предание себя, выполнение того, что требуют от тебя эти слова, вот то, что имеете в виду. «Тот, кто говорит мне подчинится, он зайдет в рай, а тот, кто меня ослушается, тот отвернулся». Когда Мухаммад Салаллаху Алейкум Ассалям с подвижниками сказал «Кулликум тадхулу на лжанната илля ман аба», сказал «Каждый из вас зайдет в рай, кроме того, кто отвернулся, кроме того, кто отвернулся от него». Исподвижники сказали «А разве кто-то может от рая отвернуться?» Мухаммад Салаллаху Ассалям сказал «Тот, кто подчинился мне, тот зайдет в рай, а тот, кто не хочет мне подчиняться в том, что я велел, вот тот и есть тот, кто сам отвернулся от рая». «Новалихима тавалля». «Мы ведем его туда, куда он сам направился», говорит Аллаху Ассалям. «Куда они отвернулись, отвернул Аллах из сердца». «Подчинение» мы сказали. Седьмое условие Аль-Кабуль, которая несовместима с отвержением и высокомерием. Принятие. Человек сердцем должен принять. Сейчас я Далилина это скажу, и чтобы ясно было, в одном примере приведу это. Иншаллах. «Аль-Кабуль у ляха уалима тахтадихи». То есть принятие этих слов и принятие того, на что указывают эти слова. Принятие у нас, смотрите, до этого покорность, подчинение, выполнение того, к чему тебя призывает ля-иляха уаллах, оно в чем проявляется? В делах, внешне. А Кабуль, принятие, оно в сердце. Аллах, субхану кула-та-Аля, говорит, «Иннахум кану ида киля ляхум ля-иляха илля Аллах, ястагберун». Они, когда говорилось им, ля-иляха илля Аллах, проявляли высокомерие, не принимали. Им говорили, «Скажи ля-иляха илля Аллах, ястагберун». Нет. И говорили, «Неужели мы должны оставить наши объекты поклонения из-за какого-то сумасшедшего поэта?» Не хотели принимать. Видите? И Мухаммад, сказал своему дяде, «Кул ля-иляха илля Аллах калиметан ухаджу ля-кабиха инда Аллах». «Скажи ля-иляха илля Аллах слова, по причине которых я смогу заступиться за тебя в судный день». На что он сказал, «Баль аля миллятий Абдуль Мутталиб». Нет, я скончаюсь на религии Абдуль Мутталиба. Принял или не принял? Не принял. Видите, принятия не было в сердце. Хадис Мутафа'кун Алейх Али Мусаид и Абдуль Хазм. «Фааба анякуляха не захотел принимать их и скончался на неверии по причине того, что не принял эти слова». Какая разница между принятием и подчинением? Какая разница между условием «кабуль» и между условием «алин-кияд» подчинения? Смотрите, человек может принять, но не подчиниться. Как пример, допустим, как брат говорит, «у нас на Кавказе». Но не у нас на Кавказе. У них на Кавказе. Допустим, человек живет в какой-то местности. И у них там так принято, что все ходят в мавзолей и просят там у того, кто лежит в какой-то гробнице. Вот у них принято так, допустим, в год, один раз в год в какое-то число пойти туда, попросить и так далее. Приходит человек, единобожник, и объясняет кому-то из этих людей. Говорит, «брат, ляй-лях-ля-лаев, смысл такой, посмотри аяты». Приводит ему аяты, которые мы зачитывали. Хадисы пророка саллаху салям. И он говорит, «Да, действительно это так. Действительно это так. Оказывается, нельзя туда ходить. Оказывается, это противоречит Кур'ану, который полностью гласит о таухиде. Как Ибн-Аль-Каим сказал, «А инна л-Кур'ана кул-ляху фи-таухид». Воистину, Кур'ан, он весь только о таухиде говорит. Ибн-Аль-Каим объяснил, почему так. Сказал, «Потому что либо в Кур'ане сказано о Господстве Всевышнего Аллаха, о его действиях, о его атрибутах. Либо в Кур'ане сказано о том, что мы должны делать по отношению ко Всевышнему Аллаху субханаху фаталя, о наших действиях, в чем мы должны уединять. Либо в Кур'ане, а это тоже таухид, аль-Улюхия. Первое было Рубубия. Либо в Кур'ане сказано о именах и атрибутах Всевышнего Аллаха, таухид аль-Асмал, ас-лифат. Либо в Кур'ане описываются какие-то истории каких-то народов, которым пришли пророки с таухидом. И эти народы отдалились от таухида. И что было за то, что они не последовали таухиду? И какая награда? А это рай. И описание рая, который заслуживают ахлют таухид, привернцы таухида. Или же в Кур'ане сообщается об огне и об аде, и описание огня и ада, и мучения, которые там будут. Для тех, кто отвернулся от таухида, инна Кур'ана кулляху фит таухид. Ваисну Кур'ан, он весь только о таухиде. Все, что в Кур'ане сказано, связано с таухидом, как об этом говорит Ибн Аль-Каин. И поэтому, смотрите, объяснили этому человеку, возвращаемся к примеру, что нельзя так делать, нельзя просить у мертвых, нельзя с ним обращаться с дуаном, к ним, и так далее. Он говорит, да, действительно, это так, я вижу, аяты на это указывают, я согласен, я принимаю это в сердце, но меня не поймут, мой народ, мое племя меня не поймёт, мы всю жизнь нас этому учили, мы так делали, я должен туда съездить и едет. Смотрите, Кабуль есть, а Иль-Нхаяда нету. А если он скажет, да, действительно, это так, и будь что будет, я туда не поеду, и более того, ещё с мудростью и благим увещеванием буду мой народ увещевать, чтобы они туда тоже не ехали, будь то это на Кавказе или же где-то здесь неподалёку, тоже такие бывают места. Тогда этот человек, у него есть как Кабуль, так и Алин-Кияд, он ещё и подчинился тому, что велит Кур'ан и Сунна. Ясна разница или нет? Да. Аль-Хамдуллах. И некоторые учёные, как говорит шейх, вазада ба'духум шартам фтаминам. Некоторые учёные добавили восьмое условие, вазьяда тухуминдавид тасыль. Но это условие, знаете как, более подробно, то есть в общем, этот шарт, он содержится в предыдущих шартах. Ну, некоторые сказали, давайте как отдельно его сделаем, чтобы уделить на него внимание. Однако предыдущие условия, они уже и так содержат его. Как знаете, вот пример, тухид. Некоторые учёные делят тухид только на два. Говорят, тухид бывает два. Тухид ма'рифати вал-избад и тухид атполяк вал-паст. Говорят, тухид знание и подтверждение. И тухид выполнение, уединение целей и требований. Что они сделали? Они просто тухид аль-асмау-сифат и рубубия в один заключили. Сказали, если в Куране что-то сообщается о действиях Аллаха или о его именах и атрибутах, то это тухид ма'рифати вал-избад. То, что мы должны узнать и подтвердить. А если в Куране говорится о наших каких-то целях, которые мы должны поставить в поклонении и преследовать их, и желать довольства Всевышнего Аллаха, то это тухид аль-таляк вал-каст. Сказали второй вид. Это тухид аль-улухия. То есть рубубия и асмау-сифат вместе сложили и сделали только два вида. А некоторые сказали, нет, давайте все-таки асмау-сифат тоже важный, давайте выделим, третий сделаем. Понятно? Здесь то же самое. То есть в общем сказали семь. Но некоторые сказали, нет, давайте все-таки из этих семи выделим вот этот восьмой и сделаем. Что за восьмой? Это аль-куфр бит-тагуд. Проявить неверие в тагуд. Проявить неверие во все то, чему поклоняются кроме Аллаха. Ва-ма'наху. Смысл его заключается в следующем. Аль-куфру бикулли ма'убида миндуни лляхи аззаваджалля ва-му'адатуху ва-му'адату ахлихи ва-абидихи. То есть проявить неверие, непричастность свою ко всему тому, чему поклоняются кроме Аллаха. И враждебно к этому относиться и проявлять свою ненависть к тем, кто поклоняется им. Проявление ненависти, непричастности и вражды в первую очередь где? В сердце. От того, что ты подойдешь, кого-то ударишь, это не будет проявлением ненависти и вражды, беззаконие. Аллах, субханаху ва-талля, не любит беззаконников. Поэтому, знаете, это не значит, что сейчас как-то надо бить, ущемлять права или, извините за выражение, на бабки как-то кидать неверующих, как это вот они сами об этом говорят. И заявлять, что вот эта искренность, тем самым мы воплощаем вопросы аль-уалява, аль-бара. Нет, субханаху, тем самым ты воплощаешь манхач хариджитов, хавариджит, когда таким образом поступаешь. Даже в свое время такое видео было, я не знаю, застали вы или нет, называлось «Искренность». Знаете, про что? Как несколько ребят ограбили магазин «Евросеть» с мобильными телефонами. Затем их оккупировали, расстреляли, умерли они и так далее. Но видео назвали «Искренность», то есть проявление искренности. То есть, когда человек занимается воровством, не по праву присваивает свое себе имущество, даже если это имущество неверующих, где здесь искренность? То есть, насколько искажен должен быть разум, субханаху, чтобы понимать искренность таким образом. А мы сказали, что такое искренность. И та искренность, которую призывает Всевышний Аллах, субханаху, а таалли. То есть, к чему я это говорю? Что, когда мы говорим о вражде, о ненависти, в первую очередь это должно быть где? В сердце. В первую очередь это должно быть в сердце. Если кто-то скажет, ну как, так же не бывает, как не бывает? Если даже я тебе сейчас приведу пример, ты со мной согласишься и не сможешь не согласиться со мной. Если какой-то человек, как сегодня уже брат Абутоль приводил такой пример, если начнет ругать, допустим, твою маму или твою сестру, кого-то из близких, как ты к нему будешь относиться? С любовью? У тебя любовь к нему появится больше? Начнет как-то хаять ее, плохими словами называть и так далее. Скажешь, о, с каждым плохим словом моя любовь к тебе возрастает. Так? Нет, конечно, субханаллах. Такого не бывает. Поэтому Абин-Уль-Каим говорит, ты любишь врагов своего друга и претендуешь на любовь к нему? То есть у тебя есть друг, у него есть враги. Они постоянно какую-то пакость ему делают, как-то вредят, обзывают и так далее. И ты к ним хорошо относишься. Ты мой друг, но их я тоже люблю. Они тебя ругают, но я к ним хорошо отношусь и так далее. Или наоборот. Этого, говорит, не может быть. Такое недопустимо. То есть вообще здоровый разум это не примет. И сам воюешь с теми, кого он любит. У него есть какие-то любимцы, друзья, а ты их обзываешь, как-то подкалываешь, как-то ущемляешь, притесняешь и так далее. И продолжаешь, говоришь, нет, я все-таки люблю тебя. Ты мой друг. Он говорит, где же твоя любовь тогда у брата шайтана? Как так? Человек предает Аллаху сотоварищей, обзывает его, говорит, что у него есть супруга, что ангелы его дочери, что у него есть сын, отрицает его имена, атрибуты, предается товарищей и так далее. А ты говоришь, нет, нет, я их люблю. Это тоже мои друзья. И этого люблю, и этого люблю. Такого не бывает. Такого не бывает. Вот в этом валяволь-бара появляется у мусульман. Поэт Азан? Многие не знают такую сумму, то, что после Азана салават говорится. Правда, салават научил нас после Азана говорить салават. И многие этого не знают и упускают. Вы знаете, есть такие суммы, допустим, чтобы ее воплотить, надо что-то выучить, надо постараться и так далее. И он ее не делает, потому что не выучил еще, допустим. А салават же все знают, молитвы же все читают, но просто не знают, то, что после Азана пришел салават тоже делать. И поэтому, те, кто не знает, пусть спокойно начинают воплощать эту сумму. Тот же салават, который вы в молитве делаете в конце, Аллахумасолли аля Мухаммадин и аля Али Мухаммад. Вот как только Азан закончился, все, его начинайте говорить. Аллахумасолли аля Мухаммадин и аля Али Мухаммад. И вы закончите, потом говорите, Аллахума раббахатихи да'ватиттаму и аля Али Мухаммадин и Али Мухаммадин и аля Али Мухаммадин это сумма. Многие не знают ее. Таид. Так же можно добавить то, что не является из проявлений вражды и ненависти, из проявлений барах отказываться от каких-то Аль Муаммаля, то есть взаимоотношений с неверующими. То ты говоришь, я настолько их, после того, как я узнал смысл И после того, как увидел, что они делают, я их настолько возненавидел и не люблю, что вообще с ними никаких отношений иметь не буду. Ни торговых, никаких-никаких. Мы говорим, что? Ты переплюнул нашего пророка, саллиллаху, в своей ненависти, что невозможно. Наш пророк Мухаммад, саллиллаху, ввел торговые взаимоотношения с неверующими людьми и не запрещал. Да, он их ненавидел, сердце, как мы сказали. Но это не противоречит тому, чтобы вести с ними какие-то торговые взаимоотношения. Или сейчас есть у некоторых таких псевдо-ненавистников, тех, кто противоречит ля и ля хляллах, целыми списками ходят, что нельзя покупать, какие товары нельзя покупать. Сникерс нельзя, фоку-колы нельзя, пепси нельзя, спрать нельзя. Хлеб там остается буквально на пальцах, хлеб можно купить и еще пару товаров. Почему? Потому что все изготавливают, либо привезены откуда-то с Америки, либо изготавливают неверующие и так далее. Нет, все это является гулю, чрезмерность в религии. Пророк сказал, и якум валь-гулю фиддин, сторонитесь чрезмерности в религии. Как брат Абуталиха тоже хадис уже приводил, он сказал, кто бы не захотел побороть религию, религия непременно одержит верх над ним. Если ты хочешь проявлять чрезмерность, хочешь перебороть религию, показать, что ты такой красавчик, если так можно сказать, не получится. Ты сам от религии уйдешь. Поэтому православ сказал, халякаль мутанатты'ун. Либо погибли проявляющие чрезмерность, либо допогибнут проявляющие чрезмерность. Три раза повторил. Аллах в Коране говорит, я его лязина аману, ля таглюфи иди никум. Вот те, которые уверены, не проявляйте чрезмерности в вашей религии. А это все излишество и чрезмерность является. Когда человек говорит, это нельзя, то нельзя и так далее. С этим не здоровайся, этому здравствуй не говори, спасибо не скажи и тому подобное. С этим вообще не работай, так нельзя, этому руку не пожми. Нет, Субханал, ты себя в такие рамки загонишь, что что вообще из религии вылетишь, как стрела вылетает из натянутого лука. Поэтому шейх говорит, восьмой, последний шар условия, это проявление неверия во все то, чему поклоняются кроме Аллаха. Что такое тагут? Он говорит, во тагут, кулюма убеда миндуни ляхулахуа радын. Все то, чему поклоняются кроме Аллаха, он этим доволен. Фэнкяна муслиман ламердады аибадатихи. Если бы он был мусульманином, он не был бы доволен тем, что ему поклоняются. Канатим аибада вахдага тагутия. Вот в этом и заключается суть вопросов дружбы и непричастности, любви и ненависти. Любовь ради Аллаха и непричастность к тому, что противоречит любви ради Аллаха. И проявление неверия в тагут является условием для правильности веры. И не будет человек считаться верующим, если он не проявит неверие в тагут. Многие говорят, да я Аллаху поклоняюсь, единому Аллаху только поклоняюсь, никому помимо него не поклоняюсь. Но у каждого своя религия. Пусть они кому хотят поклоняются, но вот он этому поклоняется. Ну ладно, его право. Нет, не его право. У него нет такого права. Не дал ему Аллаху Субхану Хватали такое право. Поклонение это право Аллаха Субхану Хватали. И нет у нас такого, что если человек отступится от ложной веры, от ложной религии и примет правильную религию, то что он будет считаться предателем своей нации, предателем своей веры и так далее. Нет, он будет считаться тем, кто последовал истине. Пусть Аллаха Брады Тиуран. Аллах Субхану Хватали сказал, Когда мы говорим, отрицаем, что заслуживает поклонение кто-либо, кроме Аллаха, это и есть проявление неверия в тагут. Это и есть проявление ненависти. Тем, кто противоречит любви к Аллаху. Когда мы говорим, илля Аллах, тем самым подтверждаем поклонение единому Аллаху, это и есть смысл слов, и уверовал в Аллаха. И вот это и есть смысл слов, и хвала Всевышнему Аллаху Субхану Хватали. Мы поняли смысл слов, и хвала Всевышнему Аллаху, и столпы, и хвала Всевышнему Аллаху, и ашруты, то есть условия, и хвала Всевышнему Аллаху, и какие отклонения могут быть, и хвала Всевышнему Аллаху Субхану Хватали.